итак друзья настало время провести тест домашних условиях проводить мы его будем с помощью вот такого прибора глюкометра изи тач здесь идет определение уровня холестерина гемоглобина и глюкозы но мы воспользуемся только одним тестом на определение уровня холестерина и для этого теста нам нужна помощница привет мы решили что ты должна провести этот тест самостоятельно в общем удачи вам определение вашего холестерина и будем смотреть на результаты чтобы провести тест воспользуемся тест полоской тест полоски хранятся в герметичной баночке в руководстве пользователя написано что тест полоску нужно извлекать из баночки максимально быстро видимо что-то происходит с ними при контакте с воздухом потому что срок годности тест полосок всего два месяца после вскрытия баночки не так приступим закрыли тут же в каждой баночке для глюкозы свой для гемоглобина свой для холестерина свой вот такая вот кодовая пластину она вставляется в слот прибора вставили надо обратить внимание что код должен соответствовать с кодом на упаковке то есть надо всегда проверять дальше тест полоску вставляем специальное отверстие видите когда мы вставили прибор включился сам самостоятельно но тут нам показывает время дату и вот видите заморгала капелька крови он жаждет крови сначала надо подготовить автопрокалываться берем одноразовый ланцет вот он выглядит так сверху него защитный круглый колпачок который защищает иголочку и чтобы вы не укололись в нее чтобы она была чистом стерильном состоянии открутили колпачок вставили ланцет после этого скручиваем кругляшок все вот она наша иголочка открыта аккуратно закручиваем колпачок на автопрокалывателе находятся пять цифр от 1 до 5 это глубина прокалывания пальцем я ставлю на пятерку потому что для холестерина в отличие от глюкозы и гемоглобина крови надо чуть больше дальше беру ватный диск протираем палец в руководстве пользователя написано что лучше делать прокол сбоку видимо лучше кровь идет нужно высушить чтобы спирт полностью испарился чтобы это никак не повлияло на результат анализа так приклад прикладываем автопрокалыватель к пальцу нажимаем кнопку нельзя сказать что это больно как комарик укусил капля крови в диаметре должна быть где-то 3-4 миллиметра потому что если ее будет недостаточно то прибор не снимет некорректные данные либо вообще не зафиксирует анализ вот я думаю сколько хватит подносим тест-полоску тут такой рычок который начинает затягивать кровь туда вот как вы видите время пошло отсчет начался ровно через две минуты мы узнаем результат будем ждать ну вот две минуты истекли мой результат на холестерин готов он соответствует норме меньше пяти и двух моря уровень хорошего холестерина не должен быть ниже отметки 16 если он ниже то следует бить тревогу менять образ жизни вообще заботиться своим здоровьем потому что если он ниже он не будет правильно функционировать в организме выполнять всю свою работу так как нужно для чего нам нужен вообще холестерин ну чё вот вот есть плохой холестерин люди сейчас смотрят и говорят хороший холестерин плохой холестерин что-то какая-то блин вот первое что приходит мне в голову о холестерине это то что хороший холестерин залатывает микротрещины наших сосудах которые образуются в процессе жизни то есть эти микротрещины он просто как сшивает склеивает и сосуды становятся целыми невредимыми плохой холестерин накапливается образуются бляшки то есть закупоривает сосуды и кровь по ним течет хуже что ведет к инфарктам инсультом и так далее надо сказать что холестерин у мужчин и женщин еще 25-30 лет назад считалось что нормы уровни холестерина должны быть разными а если скажем приходит какая-нибудь бабушка но женщина уже в солидном возрасте до 60 до 70 лет и выше у них уже показатель идет от 4 45 до 7 85 миллимоль ребята это официальная статистика это официальные данные которые действовали может быть действовать я не знаю почему сейчас такие показатели общепринятых норм и сделали пониженные но видимо наверное чтоб прописывать какие-то лекарства продавать или еще что-то я не знаю но почему всегда такая реакция чего вы разумновались успокойтесь дышите полный грудь сейчас норму усреднили и то есть она пишется что она для всех не должна превышать 5 и 2 моря поэтому должна быть активность должен быть определенный образ жизни должно должны быть должен быть тип питания определенные так далее и так как люди сейчас абсолютно разные не все все еды не все веганы вегетарианцы фруктоеды сыроеды и так далее кто-то вообще ничего не ест как не еды вот поэтому у всех уровень холестерина свой и это тоже нужно учитывать надеемся что вам понравилось наше видео оно было для вас полезным если она вам понравилось действительно вы ставите лайки не забывайте ставить лайки обязательно пишите в комментариях свои вопросы замечания возможно мы что-то упустили возможно вы что-то где-то в другом месте посмотрели пишите обязательно пишите нам все замечания все вопросы мы будем с вами контактировать мы будем с вами общаться рассматривать все это детально и будем записывать ответы на ваши вопросы совсем скоро если ты не нажимал на кнопочку подписаться и на не нажимал на колокольчик вот здесь вот чтобы получать уведомления о новых видео сделай это прямо сейчас потому что в будущем будет очень крутой контент будет очень классное классное видео будут конкурсы и обязательно все будет круто на сегодня все всем пока а